Всем привет! С вами KeyCustomPC и сегодня я расскажу вам про свой игровой компьютер. Почему именно сейчас? Рассказываю. Я пересобрал его в новый корпус, докупил видеокарту, охлаждение и память. И сейчас я хочу рассказать о том, какой он получился. Небольшой дисклеймер. Я уверен, что за стоимость этой сборки можно собрать что-то получше. Я не говорю, что нужно делать именно так, как у меня в ролике. Я просто с вами делюсь тем, какой у меня ПК. Просто ради контента. Короче, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Расскажу о процессоре. Данный процессор я поставил себе в конце прошлого года. Это AMD Ryzen 7 5700X. У него 8 ядер и 16 потоков с частотой от 3,4 до 4,6 ГГц. Он поддерживает PCI4, у него 32 МБ L3 кэша. Этот процессор отлично подходит как для игр, так и для моих целей, а именно монтаж-рендер. Сильно он не греется, если не трогать PBO. И да, я понимаю, что по стоимости он как 7500F. Но менять я его пока не собираюсь. Едем дальше. А сейчас время рассказать о материнской плате. Она уже светилась в ролике в сборке за 100К, и вот она снова тут. Это Gigabyte B550M Aorus Elite. И это неплохая материнская плата. Она вполне бюджетная. Я ее вообще заказывал уже давно где-то за 7 тысяч. Тут 4 разъема под оперативную память, типа DDR4, 2 М2 разъема, один из которых PCI4. Есть радиатор, вполне внушительный на зоне VRM. А по питанию тут 5 плюс 3 фаз. Что тут не очень, это то, что нет отдельного разъема для помпы и системы жидкостного охлаждения. Нет Type-C разъема, а также всего 2 разъема под корпусные вентиляторы. Короче, для бюджетной сборки доска подойдет, но мне просто не хочется ее менять. Охлаждение процессора прям топовое. Я же не зря говорил про то, что в материнской плате нет разъема для помпы, а он тут нужен. Охлаждать наш восьмиядерный будет Team Group T-Force Hiren GD360E. Это прям то охлаждение, при котором можно уже потрогать PBO и не бояться перегрева процессора. У этого охлаждения зеркальная RGB-подсветка, отдельные насосы и водоблок. Насос обеспечивает высокую производительность и низкий уровень шума. Тут 320-мм гидродинамических вентиляторов с RGB-подсветкой и широтной импульсной модуляцией. Короче, отличное визуальное дополнение для этой сборки. В эту сборку так и просится какая-нибудь предтоповая видеокарта. И такая у меня есть. Это Palitra TX4070 Super Dual на 12 гигабайт. И лучше такую видеокарту не брать. Я серьезно, она слишком горячая. Вот прям слишком. Тут всего две вертушки, а потребляет карта до 220 ватт. Но по производительности прям хороша. Ну дальше вы сами все увидите. С нагревом придется справляться с помощью очень продуваемого корпуса и вертушек, которые нужно ставить под видюху на вдув. С этим я справился. Дальше вы все сами увидите. В современных реалиях даже 16 гигабайт оперативной памяти уже не хватает для игр. Не говоря о том, что чем больше, тем лучше для работы. К тому же для Ryzen нужна хорошая память с высокой частотой. Встречайте, Team Group T-Force Vulkan ZDDR4. Два модуля по 16 гигабайт с частотой 3600 и таймингами CL18. Для игр и для работы этого пока что хватит. У этой оперативной памяти есть отличный радиатор из алюминиевого сплава, который позволит не переживать за перегрев памяти. А еще есть XMP для легкой настройки разгона памяти. Так как я все чаще делаю ролики, их нужно где-то хранить. А для быстрого доступа к файлам нам нужен быстрый SSD. Исходя из этого я выбрал NVMe SSD Team Group MP44 Pro. Объем этого накопителя составляет 1 ТБ. Физический интерфейс PCI-Gen 4X4. И благодаря этому скорость чтения достигает 7400 МБ в секунду. А скорость записи 6500 МБ в секунду. Это прямо очень быстро. Максимальный ресурс записи почти 1,5 ПБ. Хватит надолго. Еще на этом SSD есть графеновая наклейка. То есть по сути тоненький радиатор, что тоже плюс. Потребляет этот компьютер прям хорошо. И блока на 600 Вт уже не хватит. Но это я проверял. Блин, как бы там уже просадки происходят по 12 Вольтовой линии. Да значит нам нужно что-то помощнее. И что-то помощнее у нас есть. Это GMNG GPS850M. Этот блок питания модульный. И что самое главное для нашей сборки, тут есть разъем 12VH-PWR. Для подключения видеокарт нового поколения. А еще он на 850 Вт. С хорошим охлаждением и сертификатом 80 Plus Gold. Благодаря тому, что есть запас, гореться он не будет. Поэтому поехали дальше. А для всего этого горячего железа, что я сказал выше, нужен хорошо продуваемый корпус. И аквариум – отличное решение. Это First Player Megaview MV6T Black. Сюда можно поставить два 120-мм вентилятора или 240-ю водянку сбоку. Один 120-мм вентилятор на выдув сзади. Три 120-х или 140-х вентиляторов, либо 360-ю водянку сверху. Три 120-х или 340-х, либо 360-ю водянку снизу. А еще боковая и передняя панель из закаленного стекла. Блок питания устанавливается за материнскую плату. Сверху есть змеевик, а снизу неплохой пылевик. Вентиляторов в комплекте нет. Их я докупил. Как все будет выглядеть, узнаем после сборки. Какие комплектующие будем ставить, разобрались. Настало время сборки. Сейчас все соберем и посмотрим, как выглядит компьютер полностью. А ты не забудь поставить лайк и подписаться. Короче, погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Компьютер собран. Давайте посмотрим, что получилось. Получился очень красивый компьютер. С подсветкой, которую можно регулировать, ибо она RGB смотрится очень красиво и дорого. А учитывая, что это все в аквариуме, просто огонь. Лишних деталей почти никаких, по внешнему виду понятно. Давайте узнаем, на что способен этот компьютер в играх. Все игры, кстати, лежат на вот таком SSD. Это Team Group T-Force Vulcan Z. Тут 1 терабайт интерфейс SATA. Подключать будем через USB-переходник. Начнем сначала с нетребовательных онлайн игр. Итак, первая игра Counter-Strike 2. Разрешение Quad HD на максимальной настройке графики. В этой игре мы получаем от 180 до 240 FPS. В этот раз тестирую в замесе с ботами. Dota 2. Quad HD, максималки. Видеокарта нагружена максимум на 40%. И поэтому мы получаем от 120 до 170 FPS. Эта запись игры в реальной игре будет больше. Apex Legends. Quad HD, максималки. В этой игре мы получаем стабильнейшие 144 кадра в секунду с почти абсолютно ровным графиком фреймтайма. PUBG, Quad HD, пресет Ultra. В этой игре мы получаем в среднем 170 FPS. В инвентаре FPS проседает до 120, но это я хз, как оно вообще работает. Переходим к более требовательным играм. И первая в этом списке новая Horizon Forbidden West. Разрешение Quad HD, настройки максимальные. Без DLSS и генерации кадров в среднем 70 FPS. С DLSS на качество в среднем 90 FPS. А с включенной генерацией кадров уже 130 FPS в среднем. Смута. Quad HD, пресет эпический. Освещение Lumen. В локации Нижний Новгород. Без DLSS получаем от 50 до 65 кадров в секунду. С DLSS на качество ничего не меняется. А при включении генерации кадров FPS становится от 95 до 110. Ремастер Человека-паука. Разрешение Quad HD, максимальные настройки графики с трассировкой лучей на очень высокое. DL-A-A. Тут мы получаем 65 FPS в среднем. Если включить DLSS на качество, то получим те же 60 FPS, но при этом видеокарта начинает простаивать и загружена всего на 60%. А при включении генерации кадров и видеокарта больше нагружена, и FPS растет до 120 в среднем. Dying Light 2, Quad HD, высокое качество трассировки лучей. Без DLSS и генерации кадров получаем 50 FPS в среднем. С DLSS на качество получаем 77 FPS в среднем. А с генерацией кадров это 110 кадров в секунду в среднем. Hogwarts Legacy. Разрешение Quad HD, настройки графики Ultra. При DL-A-A получаем в среднем 75 кадров в секунду. С DLSS на качество от 80 до 95 FPS. А с генерацией кадров это уже от 140 FPS в среднем. Resident Evil 4 Remake. Разрешение Quad HD. Тут протестируем три прессета настроек. Начнем с прессета качества графики. На этих настройках мы получаем от 120 до 140 кадров в секунду. На прессете трассировка лучей мы получаем от 100 до 115, а на прессете максимум те же 100-115 кадров в секунду. Cyberpunk 2077. Разрешение Quad HD, прессета трассировка лучей Ultra. Локация Золотое кольцо. Без DLSS мы получаем 37 FPS в среднем. С DLSS на качество 60 кадров в секунду. А если включить Frame Generation, то будет уже 110 FPS в среднем. Alan Wake 2. Разрешение Quad HD высокие. Лучи на низких. С DLAA мы получаем 30 FPS в среднем. С DLSS на качество получаем 45 кадров в секунду. А при включении генерации кадров уже 80 FPS в среднем. По-моему, у этого компьютера очень хорошая производительность. Тесты в играх нам это показали. Почти все игры можно ставить на максималки. Да и так-то все игры покажут хорошую производительность, если не выкручивать все настройки в тупую. А выглядит этот ПК просто огонь. Его место только на столе. Ставить такую красоту под стол – это кощунство. Да, этот компьютер уже считай прошлого поколения, но для моих целей его достаточно. В дальнейшем уже можно будет переходить на M5. Нужно будет всего-навсего докупить проц, память и мать. Видеокарта – отличный выбор. Правда, как я и сказал, исполнение самое нищее. И поэтому она очень горячая. Я буду рад, если вы поставите лайк этому ролику. Конечно, если он вам понравился. Если вы подпишетесь, а также поставите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Кстати, пишите в комментариях, как вам эта сборка вообще понравилась, или может быть что-то с ней вообще не так. Буду ждать всех вас там в комментариях снизу. Кстати, у меня появилось сообщество ВК. Там мы рассказываем про сборки. Также там можно купить готовый ПК, или заказать сборку под любой бюджет. Ссылка на сообщество, а также на мой канал в Телеграм будут в описании. Еще есть ТикТок, Дзен и так далее. Короче, жду вас всех там. Еще раз спасибо за просмотр. Очень скоро услышимся.